я приехал за ним да я уже такой довольны что просто слов нет друзья всем привет не мог я вас оставить в запрет да и без классного ролика про рыбалку на судака по большой воде с лодки поэтому сегодня я напросился на борт к алексею алексей у нас настоящий морской волк разбирающийся в казанской воде как немногие так это умеют делать вот поэтому сегодня я уверен что будет очень интересный насыщенный ролик будет я думаю рыба будет классная погода и классные эмоции поэтому давайте друзья отправляйтесь вместе с нами смотрите этот ролик внимательно кстати ссылочку на алексея я оставлю в описании этого ролика на вконтакте же доставляем переходите смотрите каких там жирных рыб оказывается можно поймать в казани и добавляйтесь к алексею общаетесь как ты я не смогу все друзья давайте погнали не будем как сказать не будем не будем тормозить не будем тормозить процесс погнали ребята сейчас такой процесс будет покорение сибирь ермаком как до справимся посмотрим без сомнения нас ждут приключения у нас кремль то есть мы с локомотива с лодочной станции мне не кажется что она прям прочная особенно с краю игольчатой не хочется а нет она не должна приблизиться сейчас посмотрим что у меня веслом проломилась Вот мы и вырвались на оперативный простор. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал. В нем происходит самое живое общение и появляются наиболее свежие новости с водоема в Казани. Ссылка на канал в описании этого видео. Нам интересно, чтобы ты понимал, как я с ним. Нам интересно вот это место, вот этот пупочек, выступ из общего свала. Вчера рыба была по этой бровочке на мели, но количество лодок не давало нормально эту акваторию пощупать. Сегодня все отлично, никого нет. И мы начнем где-то в серединке, с глубины, чтобы можно было пробросить и мель, и вот эту возвышенность. Лодка стояла так, что невозможно было эту акваторию обработать, скажем так, пройти, посмотреть внимательно. Ну, дело в том, что просто это было бы неуважение к такому же рыбаку, как мы. Вот. И поэтому мы, скажем так, многого себе позволить вчера здесь не могли. Сегодня позволим, никого нет. Очень надо сказать, у тебя элегантная веревочка. Чему? Ну, у меня раза в два толщик, при том, что наказанки ловлю. Ну, да-да, веревочка такая, нормально соответствует. Не, просто говорю, что это, ну, как сказать. Если она держит, то никаких проблем, просто про то, что это, в принципе, как бы. Что же у меня толстая, а не что у тебя тонкая? Мы стоим так, как я бы вчера хотел встать, но не мог. Есть варианты переставиться. Мы сейчас начнем. Наш заброс будет в сторону Брюсова и правее. То есть, где мы работаем, попадаем где-то на 6 метров. Стоим практически на самой бровке, подводя хлопки в 3-4 метрах такая будет. Здесь полуподковочка, мели сюда, и там обрыв. И вот тут, как бы, ну, выступ небольшой. Плюс аномалия с течением. Есть затюшок, очевидно. Вот дверь, да, погружая? Ну, как раз-таки вот эти вот буруны, я на видео показывал небольшой купок, да, то есть возвышенность. Это вот как раз над ним происходит. В ходе перестановки мы двинемся, чтобы откидать именно саму возвышенность чуть-чуть выше по течению. Пока здесь. Все. Благодарю. Можно пробовать, начинать. И сегодня я, конечно, перейду на силиконовую приманку. Берем мандулу, которая отлично показала себя. Ты говорил, что нашел ее на берегу. Вот непосредственно эту я нашел на берегу. Интересно вообще. В момент, когда прошлой осенью ушла вода, да, я подобрал ее, она была в хорошем качестве, утренники сохранились. Ну ее погрызли, я смотрю. Ну, кстати, между прочим, погрызли ее уже в этом году. То есть за дверь было за три. Вот так. Понятно. Оставим шарик 34 грамма. Думаю, что можно начать с этого. Чуть правее получилось. Сейчас правее. То есть я прям буду поднимать против течения. Там не глубоко поднимется. Шарик 32. Нормально. Да, все отлично тонет. Даже против течения. Не глубоко. Подъем чувствуется, что пошел. На нас, да, подъем? Да, на нас. Но я тянул сильно проверяю, а вообще видно, что я попал в глубину сразу. Вот на проводке сейчас чувствуется, что я застаскиваю на мир, какая была поклевка. Да, я видел. Она причем заснятая была. Что это было? Он просто попытался вырвать. На подъеме. Это все попало, да. Классно еще. Мы просто чуть-чуть сейчас неверно встали, но мы на месте. Чуть ракурс не тот. Я периферическим зрением эту поклевку видел. Это вообще нечто, конечно. Я не видел за два дня ничего подобного. Вообще жесть. Ну, на казанке тоже часто работает, когда затаскиваешь на этот. А, в общем, дело. Это сазан был. Это сазан, да. Это был сазан. Посмотрите, какая не была поклевка. Ну, друзья, смотрите, какая чешуина. Но он все равно вмазался нормально в тебя. Да, да. Газанул он нормально в течение. А вообще смотрелось как поклевка. Ну да. Ну, видимо, сразу с противоходом пошел. Моментально. Сразу крючок попал по тихону. Болевой эффект. Что-то вообще без поклевки прям. Я как вот забагрил кого-то. Ну, я думаю, что это рыба все-таки. Это рыба, но я как вот забагрил кого-то. Что идет вообще без этого. Без сопротивления. А. А, понятно. Бывает. Понятно, бывает, да. То есть, как будто бы что-то хотел. Кто не хотел? Ну, раз хотел. Передумал. Передумал, да. Такой вот. Ну, рыба присутствует на точке. Это факт. Это факт. Корректно проведем, но все ждем надо. Да. Спускать не надо. Ну да. Колоть не надо? Нет, нет, колоть не надо. Вот все с ним будет супер. Да, может быть, я активно пока не особо. Смотрим. Может, что-то тоже. Смотрим. Смотрим. Вообще, весной, там, осенью активность часто бывает уже попозже чуть-чуть, когда теплее становится. Вчера-поза-чера только мы примерно и было. Да? Чуть-чуть попозже, да, не с самого утра. Сейчас все равно еще, хоть мы и не торопились, довольно раннее утро, да. Вот сейчас с поклевочкой. Ай, сошел. Исход, да? Да. Смотри, что, оранжевый цвет работает, да? Да. Дело в том, что я еще... У меня еще проводка не эта. Я попробовал. Нестандартная. Да, не как ты ступенька классическая. Не горил, да, под тягом по нему. Я делал, да, 3-4-5 оборотов и сработало, но вот на такой крючок, представляете, не село. Ну ладно, но эта рыба была уже получше. Видно было, да? Видимо, потому что сидя... Ну, может быть. Засечка все равно чуть хуже. Ну ладно, главное, что я так с ним съесть. Ну, нет, да. Поклевку, к сожалению, в этот раз не засняли. Поклевка была четкая, ударом. Погачок небольшой. Думаю, в раз, что стоп. Ну, ничего ему. 12 сантиметров самое то. Нормальный. Красивый судачок. Да, резина. Силиконная приманка от зуб. Все как положено. Сейчас поклевка была реализована. Так, ну сейчас ее аккуратненько взимем. Так он интеллигентно на один крючочек. Закрывшим губы. Ну, ты его все равно нормально. Ну да, поклевка была четкая. Судачок. Красивый судачок, молодец. Все, let's go. Неудивительно, что ты открылся первым. Чуть-чуть ниже от предыдущей постановки. Стоим вдоль бровки, можем комфортно кидать. Несмотря на течение, потому что в талии не сильно глубоко. И проводить против течения 32 грамма. По нами метр восемь. Прямо напротив нас миляк. Но мы кидаем чуть по диагонали. И поклевка была как раз в метрах на шести, на семи. Когда приманка начала падать. Восемь метров, не такое сильное течение. В сравнении с тем, что буквально рядом. Комфортно проводим против течения. В том числе 30-32 грамма. Пробуем дальше. Может, надо еще больше резину ему поставить, чтобы... Смотри, это уже под лодкой было глубоко. Вот это я уже снял. Это уже было глубоко. Ну как глубоко, это было восемь метров. Это было восемь метров. Может, меня не забрасывать, потому что ты очень хорошо разловился. Ну как не забрасывать. Сейчас все будет у тебя тоже. Сейчас. Это тот же самый. А, да, похож. Не, чуть-чуть мощнее. Рыбка пока мелкая. Ну, вот так... Красивая, красивая. То же самое, да, поклоняйся? Он так же клюнул аккуратно. Взяв приманку. Слушай, это прям близнец предыдущего. Такой вот есть товарищ. Зелененький. Ставим его. Может, ему сегодня оранжевый не хочется, потому что оранжевый он уже видел. Как ты сразу хорошего в постановку встал, сразу это... На казанке так же вот я на самом деле. Часто мудоху с этой постановкой дольше, чем рыбу ловлю по итогу. Только нормально встану, сразу начинает клевать. А, ты думал он метр сорок будет? Я только-только увидел, что близко к ручке есть переход. Думал я буду реально на такой полтора метровик ловить. Ну, я не знаю, если себе дождь, мне бы стоит полтора метров, но вот только сейчас понял, что это трех-чет. Но ты видел же, что транспортная длина 80 сантиметров, и это как бы не должно быть так. Маленький, да. У меня вот единственная тяжелая палочка, на самом деле. Остальные все двухчастные. Принципиально сам резан. В принципе, а я не покупаю вообще. И поролон, блин, даже на серьезных соревах в прошлом году выручил. Да, он на всех соревых соревых выручает, потому что это вообще... В прошлом году, кремень. Погнал. Вот моя рыба, да. Смена приманки сработала. Ты не сказал, что крупная, конечно? Нет, вообще не так. Хюнок такой был под зад мне. Ну, он сейчас так сидит. Слушай, утром они не сидят. А, такой. Чуть поменьше, чем у маэстро, конечно. Да, как круто. Ну, съел нормально. Все равно приятно, так сказать, таких. Такой вот он у нас в крапинку. Красавчик. Классно вообще. Главное, что клюют. У меня, если честно, главное поклевки. Я уже такой, как бы, рыбак. Не столько на трофей, сколько на кучу классных поклевок. Кто бы говорил, в прошлый год, я бы говорил, огромные рыбы. Ну, это подождь. Вот это уже нелегкий уже был. Ты смотри, а. Пошла вода по трубам. Только время. Ну, это уже предоставлено. Ладно, хоть я на выматывание. Прям на четко налетел. Нам получается, кстати, можно чуть левее. А, нет, по-моему. Смотри, что, водежка нормальная. Да, чемпой? Да, порядок положим. Смотри, это реально киложка. Не знаю, киложка или нет, но... Киложка, киложка. Значит, или так. Мои внутренние весы говорят, что это киложка. Нет, нет, грамм 980. Нет, ну, он пузик. Интересно другое. Что это мне, кстати? Таким образом. Это вообще, что такое? Это интересно другое. Насколько он активно... Глубоко. Ел приманку, да. А ты поклевку четко почувствуешь? Четко, на меляке. Кстати, надо поменять фурнитуру. Я был близок. Штирлиц был близок провал, да? Вы только посмотрите. Вот этот вот опытнейший рыбак. Разогнулся. Все, 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 не показывает. Вырежи это, вырежи. Это не считается. Нет, ну, интересный момент, да? Смотрите, я поставил в голову, пусть и на плохую фурнитуру, я поменяю сейчас, не суть. Тройник. Но до этого, крючок вон в небе. Насколько он активен сейчас. Он зажрал вообще очень глубоко. То есть мы, получается, видим одним крючком, я изыму. Да, вот приманка все целиком. И он просто проглотил ее. То есть у тебя такой классический цвет работает. Такое название немножко привлекшееся, но так или иначе есть у него название, цвет пол-03. И такая уже, ну, более или менее удобная рыбешка. Хорошая рыбешка. И явка, да. Так, мы его изыним. Ну, я смотрю, ты это, шансы рыбы особого не даешь? Дело не в этом, я даю. Я даже с отек не беру, шансы у рыбы есть. Ну, да, в принципе, дело не в этом. Очень часто рыба атакует в голову. Да. Ну, да, делаю. Тем более, когда голова большая. Люди стрингера, да, делают. Ну, можно заморочиться. Я как-то вот так немножко упрощаю. Но однако же оттуда была поклевка. Смелька она не первая. Бровь глубоко только один вот снимал. Это была поклевка. Как он зажирает, ты? Это вообще жесть. Нормально. 12 сантиметров, все целиком съедено. 12 сантиметров, все целиком съедено. Все, проводка сейчас как надо получается, похоже. Как ты мне сказал, ориентир? Ну, заброс на опроводку обычно джиглая. А заброс на... Не, я имею в виду, именно вот в момент падения, там вот это все. Да, поклевка, момент падения, подлевка. Чисто джиглая проводка. Ты засежку прям поменял? Да, практически. Ну, она у тебя какая-то уж тоненькая была. Ну, там поводок готовый будет, что-то я не замораживался. Больно проволока тонкая. Размер-то застежки нормальный? Да. Вот, да. О, это хорошая рыба. Кончетка подлодка. На зависание. Так, там кто-то едет что ли? Ну нет, кто-то не делал. Это хорошая рыба уже. Пашкой трясет. Ну, не знаю. За мной он хорошо сидит. У меня с этим проблем нет, я с каяком все лето вытаскивал. Такой грамм 900 тоже. Симпатичный. И, кстати, клюнул вообще недалеко от лодки я уже это. На грани выматывания был. Очень четкая поклевка, приятная. То есть мы на рыбе? Мы на рыбе. Развлекаемся, да. Вот, друзья, смотрите. Только правильная постановка и шикарный судачок. На смене цвета у нас сработал. А цвет все-таки яркий, да? Цвет яркий, но при этом больше в зелень, видишь. У тебя типа под пол 03 работает. У меня такая что-то желто-зеленая история. То есть вот оранжевый я сколько кидал, у меня не было такой прям интересной активности. Только вот смена приманки и сразу интересный такой уже судачок попадается. Такой вот шикарный судачок попался уже ближе к килошке. Сейчас будем его отпускать. Спасибо ему большое за поклевочку. Шлюз открыли. Шлюз открыли что ли? Воду сбрасывают. Как он садится? Это еще крупнее рыба. Прям очень тяжелый, башкой трясет. О, это очень хорошая рыба. Шлюз открыли, да? Я там скажу, чтобы у нас контакт был, видишь, крючок. Ага. Шлюз открыли. Угу. Ой-ой, у меня вот сейчас хорошая рыба, прям вообще. Давайте я помогу. Сейчас, погоди. Это прям хорошая рыба. Шлюз открыли. Шлюз открыли. Давай сразу еще. Собой? Давай сразу помогу. Я сейчас еще подумаю, куда его выводить. Очень тяжелый рыбик. Сейчас, башка. Вот сюда. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, он под жаберку возьмется нормально. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ты хотел. Ну, это не моя. Сразу скажу, ты в любом случае. Ставь это. Я просто ее держу. Я ее не ловил. Ой, это вообще красоте. Можешься, вообще. Я, можно я поддержу за легенду? Можно, можно. Ты хотел, ты получил. Я чувствовал. Я спать какое-то время не мог. Я пошел пустырник, выпил. Потому что я знал, что я буду таких тягать. Это вообще жесть. Ну, с высокой доли вероятности. Я все, я поддержал легенду. Теперь заслуженный владелец, скажем так, ситуацию. Ну, это что, под Трейбан? Да, это под Трейбан. Это под Трейбан. Ну, все, был разговор с Трейбаном. А может быть, мысли материализуются? Может, так, давай о пятаке поговорим, да? И так далее. Я сидел, но, надо сказать, очень интеллигентно. Ну, время, друзья. Ой, это вообще, у меня эмоции прямо вообще с ума сойти. Такая шикарная рыба клюнула недалеко от лодки. С таким мощным ударом. Я бы не сказал, что покровка была сильная, но она была очень уверенная. Да, я бы сразу понял, что рыба хорошая. И это вот такой вот около трешник. Не знаю, это очень красивая, пузатая рыба. Одно удовольствие такое вытаскивать. Я сразу понял, что это не штырь, что это действительно жирный судачок. Ты за ним приехал, да, Тима? Я приехал за ним, да. Я уже такой довольный, что просто слов нет. Просто реализатор года. Я говорю, я спал даже так, как сказать, немножко нервно, потому что знал, что такие клыки будут сегодня на моей приманке. А клыки-то какие? Да. Ну, вот, вот, вот оно, вот оно, зачем мы приехали. Да, это вообще классная рыба. Хорошая постановка, сразу видно, сразу приносит рыбу. Друзья, такую рыбу весной пузатую обязательно нужно отпускать. Конечно, конечно. Поэтому мы его поддержим в воде. Кстати. Ну, он шанс в тебе не дал. Он не хайверил, думаю, возьму-ка я шанс, пожалуйста, в свои руки. Какие все-таки судаки хорошие модели. Вы заметили, да? Алексей меня и так пофоткал. Лысяк, мы отпустили его. И только под конец он дернулся. Он, в отличие от щуки, да, насколько это интеллигентная рыба. Течение конкретно под это поджимает. Да, и по-моему, у нас чуть-чуть стягивается якорами, как перестань, можно как-то даже встать. Но будем уже вязаться с носом на борту. Все, я понял. Чтобы меньше сопротивления было. Да, она стянет. Я вижу, по берегу, да, а ренту на стянет. Да, она стянет. А, так мы вообще с клавом ловим. Ай, блин! Унесу, все равно рыбу, да? Я как раз кинул туда, куда бросали, получается. Нормальная поклевка была такая, но я не просек, потому что я... Просто не ожидал, да? Я не ожидал, я думал, все, типа, выматывать уже можно. Я так чистую проводку продолжаю. Да, хорошо. В общем, ребята, мы покатались по Волге, поискали на каких-то старых местах, но, к сожалению, не нашли таких скоплений рыбы, как то, на котором стояли до этого. Поэтому сейчас вернулись на предыдущую точку, будем долавливать тут и уже заканчивать нашу рыбалку. Ребенок. О, ой-ой-ой! Круто! Интересная рыба! Это глубоко, это красотый. Я думаю, что, кто мог глубоко взять, да? Смотрите, какой перченый. Там, кто-то на милиштаге, улор. Стоит, стоит. Смотрите, какой перченый берш. Берш у меня, кстати, любимая рыба в плане еды. Да, согласен. Очень вкусный. Ну ладно уж. А мы разве не так заходили? А, да, мы так и заходили, спасибо. Ну, чуть-чуть прижало, конечно, да. О, а там кто-то полный остался, нашлет, наверное. Вон, видишь? Ну да, мы же так, там узенько было очень. Да, да, да. Ну, чуть-чуть, все равно под прижало вон. Ну да, видно, видно. Может, его оттолкнуть можно? Серьезный или не серьезный? Вот интересно. Вроде не серьезный. Вроде не выглядит как серьезный. Да, он не серьезный. Вот прям сейчас затаскивает. Я видел, что его прямо вот так сюда несет. Ну вот, друзья, мой сегодняшний фаворит приманка Бат Фрэнзи 100 миллиметров. На нее поймал сегодня всех самых прикольных судаков. В такой расцветке отлично работает по мутной весенней воде. Вот даже самого крупного соблазнил именно на нее. Хотелось напоследок записать такое вот пару слов. Алексей, спасибо тебе огромное за такую рыбалку. Я реально, я мечтал, если честно, всю зиму вот так вот съездить, выбраться, классно порыбачить. Спасибо тебе большое. Вообще не нужно, Тимур. Ты мне очень классный такой подарок сделал. Поэтому вот я очень доволен и счастлив буду. Все здорово. Ну, ты все сделал сам красиво. Ну, все, друзья, вот так вот и закончилась моя сегодняшняя рыбалка. Перед запретом на судака наконец-то получилось поймать действительно крутую, достойную рыбу. Вот. Я очень доволен, очень счастлив. Очень такая мощная, красивая, крутая рыба. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И ставьте лайки. Потому что чем больше вы поставите лайков, тем больше у меня будет крутых возможностей снимать для вас классные видео. Все, друзья, всем спасибо. Пока.